Девушки отдыхают Вот, я специализируюсь Просто насыпать в два раза больше Если серьезно, я знаю, что вы состоите в ассоциации фокусников российской и американской Но я ожидала, буду говорить как на духу Я ожидала увидеть очень серьезного мэтра-иллюзиониста Тут двуглавый орел, тут американский флаг Как минимум, вижу молодого человека И, соответственно, хочу задать вопрос, когда успели Как вам удается так хорошо выглядеть в свои 44? Вы выглядите на 17 Я просто рано начал И начал очень много заниматься этим По 5-6 часов в день И как-то добился Очень специфическая у вас работа Потому что фокусы – это секретное мастерство Фокусники иногда продают свои фокусы Но никогда так просто не открывают Вы говорите, вы рано начали Откуда вы брали эти фокусы? Сначала я обучался у иллюзиониста Профессионал? Да, у профессионалов Это кто-то из ваших родственников? Нет, это у меня в родне нету профессиональных иллюзионистов Это знакомый Причем живете вы в Полоцке? Да, да Оказалось, Полоцк – это такой магический центр нашей страны Можно сказать, да Где можно выучиться на Копперфильде Да, ну я начинал с мелких каких-то фокусов Это какие-то карточные Наперсточные на улице Да, наперсточные, шулерские Вот, и потом что-то пошло дальше, дальше Хорошо, вот эти атрибуты, потому что они бывают очень специфическими Тоненькие ниточки, которые никто не видит Или там бутылки с двойным дном Насадки на палец Антон сейчас краснеет, говорит, раскусила Ты меня раскусила, Люци Это ты все знаешь, неинтересно Я же празднула в проекте в цирковом И была фокусницей целую неделю Тогда каждый из вас покажет по фокусу потом Отлично, а мы сравним Где вы их берете? Реквизит? Реквизит либо можно сделать самому Если это простейший Если уже какие-то сложнейшие номера, то нужно покупать Потому что отличается очень качество Ну, самому и все-таки То есть белорусские производители атрибутов для фокусов? В Беларуси, да, не производится реквизит Он закупается Есть там в Минске магазин такой интернет Но в основном все закупается Но неужели это действительно для профессиональных фокусов? Мне кажется, что каждый фокусник, если это индивидуальная разработка Создает реквизит себе сам Да, создает Можно, например, создать какие-то колоды Вот завод USPainCards Он берет заказы на изготовление колодкой Под каждого фокусника? Индивидуально? Да, можно все, что хотите разместить на колодах Там любые, я не знаю Женщин Банальный вопрос Да, женщин На это нужны деньги, Антон Как вы их зарабатываете? Мне кажется, фокусники у нас неплохо зарабатывают Ну, фокусники Как и везде, и как в любые времена Да, да, неплохо Одни из самых дорогих, как бы вот Как в цирках раньше было А иллюзионисты Антон, но мы не про иллюзионистов, мы про вас конкретно Да, про меня конкретно Как сейчас ваш день обстоит рабочий? Вы трудитесь, выступаете где-то? Начинал, у меня не было никакого ни капитала Ну, вот как артисты начинают, например, их раскручивать Либо продюсеры Вот, у меня, я начал с колоды карт Накопленной Вот, она стоила 80 чем-то тысяч Байсикл стандарт Вот, и что-то начинал, начинал Потом Где вы выступаете? Перед кем? Выступал первое выступление, такое крупное Это было в клубе Сфера, вот, Полоцкий клуб Это еще на детской Вот, потом что-то там Детские праздники я начал брать Фокусы с картами на детских праздниках? Интересно, живут в Полоцке? А на детских с деньгами, ну, конечно Ладно, давайте от слов к делу, друзья мои Я очень хочу попросить вас, чтобы вы показали какой-нибудь фокус А произойдет это, наше с лицей превращение в Александра Аверкова и Евгения Лошковского Сразу после гороскопа в программе «Наше утро» Дорогие друзья, мы снова в студии «Нашего утра» Ждите подвоха, сегодня мы пьем кофе Яковс вместе с иллюзионистом-фокусником Антоном Челеем Антон, снова здравствуйте Здравствуйте Антон, мы остановились на том, что ты уже притянул руки к колодам карт И хотел показать нам какой-то фокус Пожалуйста, покажи Да, можно, конечно У меня колода карт есть, басиковый стандарт Жаль, что мы не можем замедленный повтор показывать Я думаю сейчас, иначе многое бы стало понятно Да Что ты пытаешься сейчас делать? Я просто перекартовал, так, переложил карту Перекартовал? Да, да, можно сказать Это так называется Да, скажите где-нибудь стоп Стоп Стоп, да? И просто запомните карту, я не буду никаких лишних движений делать, да? А, вы покажете Да, просто запомните, да Вот эта карта, отлично Как раз Антон сейчас посмотрел в монитор и отлично увидел, какую карту ты сказал Продолжаем фокус Я не буду, как бы, ну, тасовать, знаете, кто-то тасует как-то, вот Я просто положу ее туда, вот, где-то она в колоде У меня есть такой электрический нано-детектор карты Детектор карты? Да, но вы не знаете, да, про такие вещи? Нет, конечно Да, это такие очень маленькие нано-технологии, вот Но это, как бы, он ищет не вашу карту, он ищет первую верхнюю карту колоды Вот Так, ну, надеюсь, он, конечно, не ошибся Вот Так, покажите, пожалуйста А что на детекторе? На детекторе Детектор показал, просто, поймите, зрители должны видеть Детектор показал шестерку червей Да, верх И у вас, как действительно, шестерка червей Да, где та карта, которую вы видели? А фокус в чем, Антон? А где? Да Я знаю, где Верните деньги, кричат все наши зрители Да, спрашивают, где ваша карта Вот, у меня есть небольшой держатель для визиток такой Вот И положим Я очень ленив, чтобы искать какую-то карту, да, в колоде все-таки Ну, все-таки это фокус, да Можно крупный план, наверное Вот, это точно не ваша карта, нет? Нет, это все та же шестерка червей Да Которая превращается в туз Уже наша появилась карта, да, точно Так, да А здесь все-таки одна карта или две? Да, да, да Держите, проверьте, посмотрите И посмотрите, главное, проверьте поверхность карты Люция поверила Получается, действительно Магия Я только что видела две карты Я почему-то, ну, наверное, как все люди нормальные Решила, что вы куда-то в рукав себе засунули Думала, сейчас очень-очень внимательно буду смотреть, когда же вы достанете этого туза У меня есть такой фокус У меня есть восемь восьмерок черви Раз, два, три, четыре То есть с рубашками, да Вот, и точно так же восемь восьмерок черви и один король пик Так, и... Ну, действительно, а фокус-то в чем? Да, фокус в чем? Интересно очень Вот, положим четыре восьмерки черви Сюда и сюда Вот, у меня есть король пик Можете посмотреть поверхность, да, такая, ну, хорошая поверхность Обычная, обычная поверхность Да, обычная поверхность хорошей карты И он очень... Знаете, такое выражение заразный смех, да Король у нас очень веселый Допустим, что это подчиненные короля, вот Но король... Восьмерки подчиненные, короче, шестерки подчиненные Ну, пускай будет восьмерки А вот оно что, они заражаются от короля И становятся королями Да, да, да Какой символичный фокус Да, очень интересный Вот, и точно так же То есть все становятся королями Смотрите, просто поверхность Да Да, отлично Так а что ты поняла, когда... Обычные карты, ну, что это обычные карты Да, да, да Короче, все восьмерки превращаются в королей Антон Да, допустим, можно сказать... Спасибо вам большое за то, что этим утром вы сумели поразить наше воображение Так жаль, кофе совсем не попили Да, и вытяните еще карту А, фокус продолжается? Да, да, фокус продолжается, да У нас уже очень много королей, они все время смеются, можно так сказать Вот, еще один король И... Да они просто уже хохочут, эти короли Да, тоже поверхность, посмотрите Мы продолжаем поддаваться чудодейственной магии Мне остается только напомнить вам, что в студии у нас сегодня за чашкой кофе Якобс был иллюзионист-фокусник Антон Чили Да